за что британцы извинились перед писателем Джорджем Аруэллом. На официальном сайте Британского совета появилась эссе Джорджа Аруэлла, автора «Скотного двора» и романа «1984». Эта публикация не первая. В 1945-м эссе уже выходило в «Evening Standard», но сокращенное в несколько раз. Теперь оно опубликовано целиком. В эссе Аруэлла можно найти рецепты, например, уэльских гренок с сыром, пирога с патокой или аркширского пудинга. Фото, что страшного скрыл в своем тексте антиутопист Аруэлл. Каких актуальных политических и социальных тем коснулся известный писатель? Удивительней всего, это сочинение Аруэлла посвящено британской кухне. Вот, например, как Аруэлла писал традиционные кулинарные пристрастия англичан, для которых, как правило, даже обыкновенный завтрак не перекус, а основательный прием пищи, состоящий из трех блюд, одного обязательно мясного, характерная британская диета простая. Возможно, слегка варварская диета. Минус. Увидела свет книга о знаменитом французском фотографии. Вика. Кстати, эссе Аруэлла лучше не читать на голодный желудок. Писатель, не считаясь чувствами голодных граждан, сводил с умой своими описаниями блюд из дичи и многообразных пудингов венца британской кухни. Французский просветитель Вольтер когда-то высказался об английских нравах, 24 религиозные секты и только один соус. Аруэлл решительно против такого подхода, как рассуждают только иностранцы, которые голопом пронеслись по здешним отелям и ресторанам. Аруэлл согласен с тем, что британцы своими рецептами часто портят овощи и рыбу. А еще они злоупотребляют сахаром и почти не едят острое. Пожалуй, последнее в нынешнюю эпоху карри уже не актуально. Эссе в защиту английской кулинарии было заказано для того, чтобы прорекламировать традиционную британскую кухню за границей. И Аруэлл написал, как думал. Но критики и члены Британского Совета сочли, что неразумно публиковать такое-со в условиях, когда все еще живо помнит лишение Второй мировой. Теперь же, через семь десятков лет, опубликовав эту работу Аруэлла, Британский Совет принес давно уже умершему писателю-гурману извинения. Культура литература. Продолжение следует...